доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я напомню вам о том что у нас есть второй закрытый канал на бусте слева сейчас появится qr-код по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок контент и те расклады которых нет и не будет здесь на youtube канале потому что youtube их может заблокировать и я благодарю всех тех подписчиков которые с нами на закрытом канале на бусте уже с прошлого года вы помогаете нам становиться лучше друзья ваши именно они сейчас появятся на ваших экранах благодарю вас за то что вы есть у нас благодаря вам изливаем много новых видео раскладов о которых невозможно молчать но которые нельзя публиковать здесь на youtube канале по причине цензуры также напомню вам друзья о том что у меня есть личные расклады обряды и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками за обрядами обрядовыми свечами и личными раскладами а также по вопросам обучения картам таро прошу обращаться ко мне в личку личка указана в комментариях под любым видео на канале напоминаю вам друзья о том что необходимо ставить лайки если вам действительно понравилось мое видео поставьте пожалуйста если вам не жалко лайк жмите на сердечко пишите комментарии свои если вам нравится видео или если не нравится видео пишите какие-то свои вопросы по данному видео а и жмите обязательно на колокольчик для того чтобы не пропускать мои новые видео на канале а сегодня с нами карты и лизиум снов и теней здравствуйте карты и напоминаю вам о том что именно в этой колоде есть два ряда страшных арканов поэтому если выпало два страшных суда или если выпало две карты маг допустим то не удивляйтесь поговорим с вами сегодня о михаиле ефремове заслуженный артист россия получил тюремный срок за смертельное дтп с его участием случившееся в 2020 году 8 июня 2020 года на смоленской площади в москве произошло дорожно-транспортное происшествие где ефремов выехал на встречную полосу на своем джипе и столкнулся с легковым автофургоном водитель которого погиб на следующий день виновен ли михаил ефремов и если да то что сподвигло его сеть за руль нетрезвом состоянии что стало первопричиной алкоголизма ефремова и почему его могут выпустить по уду давайте начнем с истоков как мы обычно это делаем выясним характеристику личности данного человека сильные и слабые стороны его психопатические расстройства потом уже перейдем ближе к делу ближе к аварии и так характеристика личности михаила ефремова карты шут нулевой старший аркан это теневой шут у нас здесь шут очень замкнут шут интроверт здесь любит помыслить глубоко любит остаться в одиночестве человека который сам не сможет подобрать ключик к своему сердцу ключик самому себе он практически открыл дверцу в себя но еще пока не прочитал что это значит друзья это значит что у него во первых есть какие-то психологические расстройства и тянутся они с детства потому что шут это детская карта есть какие-то моменты очень тяжелые которые он бы хотел запечатать у себя в груди и далеко оставить их надолго чтобы они были просто в памяти воспоминаниях и чтобы даже воспоминания его подсознание не касались а он хочет поработать над собой возможно хочет сходить к психологу возможно хочет почитать какую-то книгу и понять что с ним происходит потому что человек на самом деле очень умный рациональность стороной к нам повернут и мы не видим лица но здесь явно что он правой стороной к нам повернут правая сторона отвечает за логику за ум за острое мышление какое присуще только мужчине и мужчина он не вырос до конца он не инфантилен нет его просто что-то очень сильно встревожило и взбудоражило в детстве а чего он до сих пор во взрослой жизни не может отойти это человек которому необходима поддержка мягкая поддержка поддержать его успокоить приголубить полилеть как говорится да но почему-то у него рядом нету и твердой руки которая действительно могла бы прийти на взаимовыручку человек даже сам себя не познал и сам себя не полюбил кто его полюбит если он сам себя не полюбит а есть такая замечательная фраза а как я уже сказала человек от интроверт любит побыть в одиночестве любит почитать какие-то умные книги не любит шумных компаний ну или любит посидеть в одиночку с чашечкой кофе или с бутылочкой виски нам то есть вот здесь вот об этом речь что-то в его жизни когда-то надломилась что сейчас как я уже сказал не дает ему покой я одному ему не справиться это либо хороший психотерапевт ему нужен либо хороший психиатр даже да либо друг надежное плечо но таких друзей у него просто нет либо он так считает он так думает вот такая характеристика личности михаила ефремова а сильные слабые стороны сильные слабые стороны михаила ефремова крайне замкнут дан человек лишний раз не расскажет что у него на душе конечно его очень многие моменты гложет обычно в актеры идут вот такие люди которые очень сильно чем-то расстроены играют таких веселых веселых радостных людей таких он играл до чаще всего михаил играл алкоголиков что послужило что его стать алкоголиком жизни до да мы Сильные и слабые стороны Михаила Ефремова. Сильные и слабые стороны Михаила Ефремова. Его сильные стороны, его слабые стороны. Сильные стороны ты лучший, он верит в себя. Вот чего от него не отнять, от него не забрать кусочками того, что он верит в себя, друзья. Ты лучший, ты самый лучший. Вера, вера и надежда в будущее, в светлое, понимаете, вот этого у него не отнять, вот в этом он силен. Он сам себя успокаивает, он очень стрессоустойчив, у него нетревожное расстройство личности, это 100%, у него нет нервного расстройства, да, его беспокоят очень какие-то моменты, которые тянутся с детства. Возможно, у него есть другие какие-то психологические заболевания, которые можно обсудить со своим личным психотерапевтом, однако ты лучший, это вера в завтрашний день, вера в себя, вера в удачу. Вообще он является удачливым человеком, да, это тоже является его сильной стороной. Его слабая сторона, ну вот замкнутость, да, его, то, что он интровертом является, он прячется от каких-то проблем, несмотря на то, что верит в удачу, проблема какая-то пришла, он сразу замыкается в себе, он сразу, что вот я наделал, почему так в этой жизни произошло, да, он начинает заниматься самокопанием, потому что себя не любит, да, несмотря на то, что говорит, ты самый лучший, я верю в тебя, он себя не любит, он начинает заниматься самокопанием. Здесь немного биполярочкой попахивает Мания и депрессия Они сменяют друг друга Две стадии Здесь повешенный говорит о том, что он В состоянии вективности Находится вективность, это жертвенное состояние Либо он занимался этим с детства Либо в детстве булили, возможно родители обижали Или обижали подростки Какие-то другие люди, возможно был даже По повешенному момент Какой-то сексуального опыта Не очень хороший Именно в детстве, в юношестве И вот здесь он замыкается в себе с раннего возраста И если что-то вдруг у него не получилось Не срослось или наоборот получилось Не так, как он хотел Здесь сразу человек уходит в уныние Апатию, депрессию какую-то Все, меня не трогайте, пожалуйста Я сейчас сам в этом во всем разберусь Попробую докопаться до истины Вот в чем его слабая сторона В том, что он сразу начинает заниматься Самокопанием и ни с кем не делится Какими-то своими впечатлениями Печалями и горестями Все оставляет глубоко в себе Это очень плохо Это выливается потом Действительно депрессивное какое-то расстройство Которое приходится лечить С помощью, при помощи врача Психологические проблемы Есть ли у Михаила Евремова и какие? Психологические проблемы Вообще глубоко несчастный человек Потерянный Человек, которому действительно Никто не предложил помощи И взаимовыручку Плечо свое Которого никто не понял в этой жизни Давайте вот так Мы все абсолютно разные У всех у нас есть свои таракашки в голове Но очень важно, чтобы появился второй такой человек И чтобы он нас понял А вот здесь такое ощущение, что он не понят просто Этим миром и теми людьми, которые рядом с ним Психологические проблемы у Михаила Евремова Есть ли какие-либо психологические проблемы и какие? Психологические проблемы Михаила Евремова Есть ли и какие? Аддикция к саморазрушению То есть он привязан к тому, чтобы сам себя разрушать Разрушать чем-то легким Тут легкие наркотики, алкоголь, пьянки-гулянки Секс в возвращенной форме Все, что угодно может быть Здесь в данном случае, в его случае, это алкоголь Да, конечно, по шуту А я люблю веселиться Вот так, чтобы забыться и вообще ничего не помнить Не потому, что я хочу веселиться А для того, чтобы забыться и ничего не помнить Для того, чтобы стереть какие-то моменты в своей жизни Для того, чтобы память, вот как эту ворону, в колбу Закрыть и не вытаскивать ее оттуда Долгое время, когда я пью Тогда я ничего не помню Вот какие-то моменты в жизни, разрушающие его сознание Есть, о которых он не хочет вспоминать И в трезвом состоянии, он о них думает Он склонен к саморазрушению Его аддикции, его привязанность К алкоголю, да, к каким-то веществам определенным Возможно, даже наркотические вещества здесь есть по шуту Это его разрушает Его психологические расстройства Его психологические расстройства Нелюбовь к себе, в первую очередь Неуверенность Тотальная прям такая неуверенность Пожриться, кстати говоря, может что-то видеть Может быть, у него была белая горячка И часто бывает, может быть, белая горячка Потому что пожриться И по рядом стоящим картам Здесь как я что-то вижу Я что-то вижу, что не могут видеть другие Но здесь не про интуицию, друзья Здесь психологические расстройства Здесь я что-то вижу У меня есть какие-то галлюцинации Я довел себя до такого состояния Что я в момент, когда очень много пью Или в момент, когда я нахожусь в состоянии Запоя, а потом резко бросаю пить То я начинаю что-то видеть Это, знаете, как чертиков видят Когда начинается белая горячка у человека Сливаю все свои ресурсы Семерка кубков Здесь говорится о том Что я сам себя ощущаю инфантильным человеком Несерьезно отношусь к этой жизни Разрушаю сам себя У него момент саморазрушения Из-за того, что у него непринятие Своей собственной личности Понимаете? Здесь психологические расстройства Непринятие я себя, собственной личности Неуверенность в себе, край я Воспоминания, которые его губят Он считает себя сам инфантильным человеком Хотя таковым не является По умеренности сливает свои ресурсы Направо и налево Вокруг него находится очень много Неэкологичных людей Он Психологическое расстройство Виктивность Он в состоянии жертвы Друзья Это виктивность Это как раз расстройство, которое лечится Но лечится с психиатром Такое достаточно продолжительное время Потому что он сам себя не верит Не верит, потому что вот когда-то в детстве В юношестве приходилось Приносить себя в жертву, скажем так Либо были в семье какие-то у него К семье вопросы Либо в социуме уже Когда он немного подрос Здесь вот об этом речь Считаю себя инфантильным Сливаю свои ресурсы за зря Сам себя разрушаю из-за аддикции К чему-то, из-за привязки к чему-то И еще вижу что-то То есть галлюцинации могут быть Как раз таки после После стадии запоя Психологическое расстройство Здесь жертвенность Странно, что даже не вышел повешенный Потому что виктивность Здесь прям очень хорошо проигрывается Самая большая ошибка В жизни Михаила Ефремова Как он считает, по его мнению Самая большая ошибка В жизни Михаила Ефремова Как считает он Как считает Михаил Ефремов Какая самая главная ошибка В его жизни, которую он совершил На которую он сейчас Очень сильно жалеет Какая самая главная ошибка Не отстоял какие-то свои границы Да Не отстоял границы Слишком близко к нему подошли Те люди, которые не должны были подходить И здесь я говорю Что-то вот связано Вот вы уж извините меня С сексуальным аспектом С интимной сферой Возможно, был какой-то момент Принуждения к чему-то Со стороны взрослых лиц Возможно Такое вполне может быть Друзья, о чем он не хочет говорить Я не буду в это углубляться Не буду, скажем так, очернять актера Я сейчас просто скажу Что вот есть какие-то такие интимные моменты Которые он не хочет раскрывать И мы их раскрывать не будем Потому что он действительно этого не хочет Он не хочет об этом говорить Перетягивание каната на себя По пятерке жезлов Карты влюбленные Но здесь неправильная любовь В связи с тем, что карты выпали Не очень хорошие Пятерка жезлов И десятка жезлов Это перевернуло всю его жизнь И он тяжелую ношу Эту носит с собой Всю свою жизнь Это воспоминание на всю его жизнь Не отстоял Какие-то свои границы А если бы Да, дьявол Чакра сфатхистана Половая чакра проходит Что-то вот было Связано с интимной жизнью То, что его до сих пор Гложит, не устраивает И то, за что ему стыдно Это карта стыда Еще, да Десятка жезлов То, что он никому не расскажет Всадник мечей За ним пристально наблюдают Из-за того, что он человек Публичный Возможно, кому-нибудь Когда-нибудь Он рассказал Но он не считает Своих друзей Рядом стоящих Скажем так С ними Своими друзьями Настоящими Поэтому он боится Что кто-то Кому-то Это потом расскажет А за ним Потом будут наблюдать То есть пресса СМИ Он все равно Актер Он публичная личность Я бы кому-нибудь Да рассказал Я бы кому-нибудь Да выговорился Да нет у меня На свете таких друзей Чтобы поняли меня И чтобы я был точно уверен Что они не распространят Данную Нелестную информацию Обо мне Вот о чем он сожалеет В этой жизни О том, что Во-первых, у него нет Хорошего друга Которому бы он мог поведать Сию ситуацию Которая у него Произошла в интимной сфере И о том Что он не отстоял Какие-то свои границы Какие-то свои интересы Будучи еще юношей А может быть Даже маленьким мальчиком Чего Михаил Ефремов Боится больше всего Вот психика Как раз и пошатнулась Да С того самого момента Опять-таки Здесь жертвенность проходит Да Я не отставила Свои интересы Потому что я нахожусь В состоянии жертвы Всю свою жизнь Чего Михаил Ефремов Боится больше всего Чего Михаил Ефремов Боится больше всего На свете Я так и не вырос Он себя считает Очень глупым Паш Пентакли Это глупый парень Который ничего не добился И не добьется в жизни Я считаю себя Очень глупым Я Не добился ничего В этой жизни И мой самый страшный страх А я боялась Не добиться чего-то В этой жизни Я собственно говоря До него и дошел сейчас Да То есть дошел до ручки Как говорится Дошел до какого-то Определенного рубежа В своей жизни И Карта повешенная Это опять Виктивность Опять жертвенность Да И скрылся Вот в эту Раковину Да Как вот этот Черный кит Так и не вырос Да Так и остался Маленьким мальчиком Надо мной так и давлеют Так и давлеют Все кому не лень Его это очень сильно Беспокоит Он не то чтобы Этого боится Это уже произошло Это происходит Всю его жизнь Надо мной давлеют А я То ли не обращаю На это никакого внимания То ли отпор Дать никакой не могу Как глупый мальчишка С себя ведет Он разговаривает Сам с собой Опять Карта наблюдения Я боюсь дойти До той точки До той неправильной точки Карты двойка мечей Когда Я уже буду не видеть То есть я уже не увижу Того что я поступаю Как-то совсем неправильно Это он еще кстати Здесь может быть Про алкоголь Я боюсь быть в этом состоянии В состоянии алкогольного опьянения И сделать что-то Совершенно неправильное По семерке жезлов Вот я не буду помнить Я не буду видеть Я не буду осознавать Я не буду чувствовать Что я делаю что-то неправильно Я буду двигаться По всаднику мечей В неверном направлении И приду К ворону К отшельнику Приду либо к смерти Либо приведу Кого-то к смерти Здесь вот об этом речь Понимаете Здесь речь об этом По тройке жезлов И за мной будут наблюдать Он еще очень сильно боится Осуждение Со стороны социума Ему это очень Не нравится Не нравится Не потому что Он тщеславен Не потому что Вот он Как-то хочет Себя в лучшем цвете Выставить Нет А потому что В целом Он даже не хотел Быть актером Понимаете Вот он Пошел в актеры Просто потому что Ему некуда было Деваться От самого себя Вот здесь знаете Какая-то душевная Вот такая тоска Переживание И вот пойду в актеры Вот знаете Я не вижу здесь Какого-то большого желания Быть актером Я вижу здесь желание Просто выплеснуть Все свои чувства Эмоции На экране телевизора Чтобы у него Внутри ничего Не оставалось Чтобы внутри у меня Было пусто Я хочу вот все Выплеснуть Наружу Такой глубоко Несчастный человек Напоминает мне Вот как грустный клоун Знаете Вот есть клоуны Которые выступают На цирковой арене И он Веселый на арене И очень грустный в жизни Хорошо Причина алкогольной зависимости Михаила Ефремова Такая тоска Видит от этого Расклада Если честно Причина алкогольной зависимости Михаила Ефремова Причина Алкогольной зависимости Михаила Ефремова Тут что-то про девушку Друзья мои Я сейчас рассказываю С чего вообще все началось Двойка пентаклей Это люди Которые смотрят Одинаково на вещи Люди Которые выглядят Одинаково Люди Которые думают Одинаково У которых общие цели Но почему-то Они расстаются Тут девушка По пятерке кубков Пентаклей Здесь произошло Какое-то И по пятерке пентаклей Как он узнает Тут про любовь Про судьбе Про судьбе Про судьбу Про то что она была его судьбой Про то что не сложилось у них Здесь вот такая вот драма Скажем так Любовная Была ли 8 июня 2020 года авария на дороге На самом деле На самом деле да Давайте посмотрим Тут тайна какая-то есть Тайна покрытая мраком Причем что-то заблюрили Как будто Что-то как будто Не показали до конца По карте луна Как знаете Вот в подоле У женщины Что-то Какая-то загадка Целый город И она его закрыла От людей А люди не видят До конца Все картины Здесь тайна Тайна Здесь что-то люди Не видят Эту тайну Могут открыть Только причастные К этому дню Лица Люди Во-первых Я сразу могу сказать Что Аварии с участием Михаила Ефремова Не было Именно Михаила Ефремова Понимаете Здесь как будто Что-то вообще Подстроили по камерам Что-то сделали Как знаете Наложение чего-то Как наложение Нейросети какой-то И скрыли от людей Возможно да Действительно Авария была Но без участия Михаила Ефремова Да Здесь король мечей Обманщик Мужчина обманывает Мужчина воздушного зодиака Обманщик Знак зодиака Либо просто мужчина Который обманывает Лжет И на руках которого Не раз уже была кровь Но это не Михаил Ефремов Это какой-то другой мужчина Мужчина Который был в тот день За рулем Мужчина Который не раз уже убивал Потому что король мечей Это сидевший уже мужчина Либо сидевший Либо на руках Которого есть кровь Десятка мечей Говорит о том Что Михаила Здесь ни при чем Что просто на него Наложили этот груз Ответственности А он его принял Потому что деваться Было некуда Да А то он Паш Кубков Он Паш Кубков Человек который не мог Ничего плохого Никому причинить Папажу Кубков Но его подставили Как глупого Маленького мальчика Отвернут от этой ситуации Он вообще здесь ни при чем Друзья Я не вижу Что здесь была Авария С участием Михаила Ефремова Я понимаю Что здесь была Авария Что здесь была Скорее инсценировка Даже этой аварии Друзья Я не вижу здесь аварию Потому что здесь все карты Мне говорят о том Что нам лгут Нагло И наглым образом Подставили здесь Паша Кубков Человека Несмышленого Слабохарактерного Добродушного Человека Который мухи Не может обидеть Мы просто наложили Наслоили Вот это вот все На одного человека Хорошо Если нет Для чего вообще Инсценировали Вот эту аварию И обвинили Именно Михаила Ефремова Почему обвинили В этой аварии Именно Михаила Ефремова Какая цель Почему обвинили Страх перед каким-то Человеком Перед каким-то Королем мечей Для чего Обвинили Именно Михаила Ефремова Какая цель Для чего В этой аварии Обвинили Именно Михаила Ефремова Какая цель Всего этого Ну потому что он Жертва Жертва обстоятельств Жертва по жизни Да Не умеет Отставить свои границы Опять карта Влюбленная карта Повешно Его прям Карта выходит Решили повесить Все на этого человека А человек Испугался Я вижу Что у Михаила Ефремова Здесь страх Я вообще Возможно Сейчас мы выясним Что вообще Никто не умирал Да Никто не погибал В этой аварии Какой-то секрет Есть Который знает Михаила Который знают эти люди Секрет связан с Михаилом Который он не хочет раскрывать И для того Чтобы От него отстали Для того Чтобы этот секрет Не был раскрыт Он решил подставить себя Очень легко и просто Кстати на это согласился Да Здесь он остался По ту сторону Берега Он такое ощущение Как будто Чуть позже подъехал Вот эта авария Вся случилась А он подъехал не сразу Все уже произошло А подъехал он только позже Как его привезли Откуда-то Для того Чтобы он подставил себя А подставил себя Для того Чтобы никто не узнал Какие секреты Есть у него Какая есть у него тайна По жужезла Да Решил подставить себя Опять его карта выходит Да Он как с другой стороны Вообще приехал Вот карта солнца Отвернута А девушка от солнца Как с другой стороны Он едет Авария случается В другой стороне А он с другой стороны Вообще едет Это вообще Ну не он был за рулем То есть его как привезли А что за тайна Есть у Михаила Ефремова Которую он не хочет раскрывать Из-за чего его Обвинили В этой аварии Что за тайна Которую Михаил Ефремов Не хочет раскрывать Которую не хочет делиться С чем она связана Эта тайна Почему он решил Подставить себя Из-за этой тайны Потому что Михаил в курсе То что он тут ни при чем Михаил в курсе всего Да Он просто вот решил Разыграть вот эту сценку Вместе с какими-то людьми А люди какие-то Высокопоставленные Потому что король выходит Король мечей Король мечей На чьих руках Кровь не раз уже была А что за тайна У Михаила Ефремова Связанная с семьей Которую он не хочет Раскрывать Ангел Молчи Ничего не говори Всятка кубков Семья Двое влюбленных В друг друга людей И что это семья Что это за тайна Семья распалась Саморазрушение Семьи Кто-то от кого-то ушел Странно Тут вот Друзья Не знаю Если вы Если вы вдруг понимаете О чем речь То пожалуйста Напишите мне Чью тайну Он не хотел раскрывать Он как будто бы знал Тайну чьей-то семьи И как будто бы Он слишком много знал И как будто Знаете Как говорит Говорит Не может никак остановиться А ему говорят А ну-ка заткнись Вот знаете Вот извините У меня за выражение Замолчи сейчас же Ты не посмеешь И он испугался Потому что Его тут начали стращать Я мол Расскажу всем Он как по пьяни Знаете Это говорит Я всем тут расскажу Что тут произошло С этой семьей Муж и жена У которых что-то случилось Какая-то башня То ли кто-то кого-то убил Может быть Да То ли кто-то от кого-то ушел Как будто Это какая-то страшная тайна Про людей Которых все знают Я всем все расскажу Нет Ты не расскажешь И чтобы Доказать себе Что мы над тобой властны Мы инсценируем Вот эту аварию Ты в ней признаешься Если не признаешься То тебе конец Потому что Карта башни Тебе конец Тоже может говорить Да Интересно Я просто не знаю О ком речь идет Друзья Главное здесь тайна Не его личная Да Здесь тайна кого-то Женщины и мужчины Шестерка кубков Да Здесь чья-то тайна Тайна семейная Людей Которые распались И он как будто Хотел этого всеуслышно И сказать Он как будто Слишком много говорил В последнее время Вот говорит Говорит Его не могут остановить И чтобы его остановить Надо было его посадить И что-то с ним там сделать Потому что карта башни Возможно еще Какие-то манипуляции С мозгом Да Какие-то манипуляции С сознанием Чтобы человек Ни в коем случае Ничего не поведал миру Скажем так Хорошо Действительно ли в аварии Случившейся на Смоленской площади 8 июня 2020 года Погиб Сергей Захаров Действительно ли в аварии Случившейся на Смоленской площади 8 июня 2020 года В которой якобы виновен Михаил Ефремов Погиб некий Сергей Захаров Действительно ли погиб В аварии некий Сергей Захаров 8 июня 2020 года Которая случилась 8 июня Карта смерти вышла Но карта смерти Это карта трансформации Неправильная смерть Нет Нету здесь погибшего человека Хочу вам сразу сказать Что это инсценировка Как я уже сказала Здесь два ряда старших арканов Есть смерть настоящая Естественная физическая смерть Там где девушка лежит А где видно только ее голову А вот эта смерть Даже посмотрите на карту Она обозначает перерождение Из гусеницы в бабочку Полное тотальное перерождение В моей жизни И смерть неправильная Карта двойка мечей Это неправильная карта Почему неправильная Потому что две девочки Стоят под дождем А зонт у них есть Они почему-то зонтом не прикрываются Что-то на этой картине неправильно Почему они держат зонт Почему они решили Скажем так Чтобы Ливин их обдал Водой, дождем Почему они стоят просто без зонта Непонятно Неправильная карта Понимаете Так не должно происходить Это какая-то сюрреалистичная картина Так вот смерти не было Никакой Сергей Захаров не погибал Все что угодно могло быть Муляж Другой человек может быть Но я здесь не вижу смерти человека вообще Понимаете Вот в чем загвоздка Это просто инсценировка Аварии Где возможно даже никого не было за рулем Да Ну тут Кто-то кого-то Винцесса мечей Кто-то кого-то держит за дурака За маленького мальчика Была смерть или не было смерти Погиб Сергей Захаров Или не погиб 8 июня 2020 года Сейчас еще одну карту Давайте достанем И все Неправильно пришвартовались Что-то не доделали Вот в этой аварии Было что-то неправильное То ли по камерам Что-то неправильное было Что там можно увидеть Что это действительно Авария Эта авария является инсценировкой Понимаете Вот как-то неправильно пришвартовались Либо не там должны были Не на этой площади Либо под каким-то другим углом Должна была авария произойти Либо еще по карте колесница Здесь машины Ну как вот Не человек управляет А как знаете Как робот управляет машиной Что-то неправильное есть в этом И карта смерть неправильная Неправильная смерть Не было смерти Карта принцессы мечей Кто-то над кем-то поиздевался Поглумился Да Вот издевается Тут девочка над вороном Вытащила его из клетки И не выпускает из рук Точно так же Как и Михаила Ефремова Схватили и не выпускают Для чего-то тут им нужен Был козел отпущения Им оказался Михаил Ефремов Плюс еще Михаил Ефремов Хотел что-то кому-то рассказать Его решили Собственно говоря За это вот Запереть Ну мы посмотрим Действительно ли он сидел в тюрьме И сидит в тюрьме Хорошо Сергей Захаров Тут никакой не умирал Не погибал Ну давайте Вопрос был такой Как так вышло Что в такой аварии Михаил Ефремов Совершенно не пострадал Давайте все-таки Ответим на этот вопрос Мы уже поняли То что Михаил Ефремов Кто-то привез Вообще с другой стороны Где не было камер Видимо как обычно У нас камеры отключают В самый ответственный момент Как так вышло Что в такой аварии Михаил Ефремов Совершенно не пострадал Как вышло Что 8 июня 2020 года В такой аварии Михаил Ефремов Совершенно не пострадал Ну потому что Это все вранье Друзья Карта Луна Это карта вранья Карта сокрытия чего-то Сокрытия каких-то ресурсов Каких-то планов Карта умеренности Выливаю все Из своего кувшина Чтобы никто не увидел Что у меня там есть вода Выливаю свои ресурсы Сливаю свои ресурсы Туда куда не нужно Михаил Ефремов Скинул свои ресурсы Туда куда это было не нужно То есть он Что-то такое сказал За что его Скажем так Хотели привлечь К ответственности Для того чтобы Он не распространял Какую-то информацию А вот данная информация Это ложная информация Из-за того что она ложная Из-за того что Михаила Ефремова Не было за рулем Его вообще кто-то привез Собственно поэтому Он и не пострадал По карте Луна Карта Луна Это карта тайны Карта сокрытия Карта лжи Карта сговора Какого-то Причем лиц Выше стоящих Потому что Два старших Аркана Выпало Хорошо Еще последние Три вопроса Давайте Действительно ли Михаил Ефремов Сидит в тюрьме Действительно ли Михаил Ефремов Действительно ли Михаил Ефремов Сидит в тюрьме Действительно ли Михаил Ефремов Сидит в тюрьме На нем кто-то ездит Кто-то что-то с ним делает Идет промывка мозгов Шестерка жезлов Я над тобой давлею Здесь не про тюрьму Здесь как про промывку мозгов Он находится где-то Но не в тюрьме Я промываю тебе мозги Чтобы ты от меня Не смог утаить Больше никакую информацию Чтобы ты не смог идти Без меня Скажем так Здесь женщина оседлала Получеловека Полурогатое животное Здесь непонятно То ли коза То ли еще кто Я тебя оседлаю Ты без моего ведома Не сможешь ничего больше сделать Тут я говорю Как промывка мозгов Как МК Ультра Знаете Как другие мозги Человеку вставили Да Здесь кто-то промывает Ему мозги активные Этот кто-то Это какая-то женщина Шестерки в кубках Здесь женщина Которой он теперь подчиняется Ну не то чтобы подчиняется А вот как будто бы Женщина с ним делает Какие-то эксперименты Может быть женщина врач Женщина психолог Психотерапевт Может быть Женщина гипнолог Которая проводит Какие-то сеансы гипноза Над человеком Потому что они Видите сидят В спокойной атмосфере За чашечкой кофе Он ей подносит Чайник с кофе Чайник с чаем Здесь как какой-то гипноз Да Здесь королева кубков Здесь женщина какая-то Гипнотизирует Что-то делает с головой Я не вижу здесь тюрьмы Здесь не тюрьма Здесь женщина давлеет Надо мной И что-то делает С моей головой Что-то делает С моим разумом Чтобы я говорил Точно так Как они того хотят Да Да Его держат В закрытом пространстве По карте дьявол Но это не тюрьма Ключик у меня в руках Ты находишься В закрытом пространстве Ты находишься Полностью в моей власти Ты под моей аддикцией Аддикция Это привязанность К чему-то Но это не тюрьма Это не заключение тюремное Тем более дьявол Вообще вышел Последней картой Выйдет ли Михаил Ефремов По УДО Здесь мы видим То что Михаил Ефремов Не сидит в тюрьме Но по официальной версии Выйдет ли он по УДО Давайте посмотрим Выйдет ли Михаил Ефремов По УДО Ну вот как По официальной версии Как будет Говорить по ТВ Да В интернете вещать То что он вышел Из тюрьмы Выйдет ли на самом деле Михаил Ефремов По УДО Выйдет ли Михаил Ефремов По УДО Да Практически уже На пороге этого Ну скажем так С ним уже поработали Да Тройка Пентакли С ним уже поработали Он уже практически Дошел до верхушки Практически вышел В мир Скажем так Он этого очень сильно хочет Но он не помнит Каких-то моментов Очень многих моментов Как знаете Запудрили голову Карты мира Еще какие-то Технологические штучки Применяются Да Над ним Какая-то техника Ну как человек-робот Какая-то техника Над ним применяется Очень хочет выйти И по тройке Пентакли Практически вот уже Скоро это будет Он практически дошел До этого момента Да Когда он выйдет По УДО Ну якобы Хорошо Почему Михаил Ефремов Отказался от адвоката Пашаева Мы все прекрасно понимаем Да Сейчас что он не сидит Но он находится Где-то в заключении В неком казенном доме Да С женщиной Которая промывает ему мозги Это женщина Либо медработник какой-то Либо человек Который вот Работает с определенными Техниками Гипноза Возможно Почему Михаил Ефремов Отказался от адвоката Пашаева Почему Почему Михаил Ефремов Почему Михаил Ефремов Отказался от адвоката Пашаева Слишком много знал Слишком много мог ему рассказать Карта учителя, карта семерка жезлов Говорит, что Пашаев, учитель, юрист, учитель Человек, который обучает чему-то Человек, который говорит, как нужно Адвокат может быть, да По карте учитель, да, это, собственно говоря, Пашаев Который говорит, как нужно делать С какими поступательными движениями нужно идти По семерке жезлов он не знал Ничего о том, что происходит С Ефремовым, то есть он действительно думал О том, что Ефремова посадят И то, что Ефремов минувен в аварии Не нужно было, чтобы он ближе приближался По королеве Пентакли, и ближе к нему приближаться Нельзя, и его, собственно говоря Заставили отказаться, адвоката ему, по сути И не нужен был Ефремову, да Это все цирк, друзья, это все театр Театр одного, не одного актера, а целой труппы актеров Где Ефремов играет Не главную роль, к большому сожалению Он является пешкой Так вот здесь Пашаев не должен был знать Что-то и не должен был Приблизиться, потому что он не знал, собственно говоря Что происходит, у него не было ключика Того самого заветного От замочка по принцессе жезлов Он не мог подобрать ключик К замочку, он не знал каких-то вещей И Пашаева не должно было быть В этом деле Пашаев так был какое-то время Для инсценировки, скажем так, всего этого представления Это нужно было для толпы Для людей, для народа Для того, чтобы народ знал о том Что у Ефремова был адвокат Потому что Ефремов действительно посадит в тюрьму Будущее Михаила Ефремова Ближайшее будущее Ближайшее будущее Михаила Ефремова Ближайшее будущее Михаила Ефремова Друзья, если у вас есть вопросы По данной тематике По Михаилу Ефремову, пожалуйста Пишите свои вопросы в комментариях Я обязательно их увижу И сделаю короткое видео По вашим вопросам Для того, чтобы на них ответить На ваши вопросы Будущее Михаила Ефремова Скрывает что-то Скрывает что-то Какая-то защита стоит здесь Тут будущее не предопределено Почему? Потому что до сих пор Ему промывают мозг Он не совсем понимает, что происходит Да, у него как разум затуманен Пятерка мечей Мой разум сейчас затуманен Я, знаете, как голову свесил Как раз сплю Раз уже не сплю То есть, знаете, как голову повесил Это как робота, когда включаешь Не могу вам объяснить Вы понимаете, да Вот когда МК Ультра использует программу Как человек-робот, роботизирован Будет слушать других Я же говорю, что-то неправильное Есть сейчас в его голове Что-то вставили Будет слушать других Как другие скажут, так и будет Какого-то короля мечей Я говорю здесь Какой-то мужчина Какой-то король мечей Действует на его будущее На его дальнейшие планы У человека У самого Нет дальнейших планов Я поэтому посмотреть Нормально не могу Потому что человек Не отвечает за свое будущее Отвечает за его будущее Некий король мечей Который сейчас над ним давлеет И некая женщина Которая, соответственно Занимается каким-то гипнозом Каким-то внушением Здесь будущее Его как-то неправильно Его даже ангелы-хранители Его не могут спасти Двойка жертвов Это я слушаю других людей Я слушаю короля мечей А что будет в будущем-то в итоге? Ну, понятное дело Что выйдет, да, паудо Что будет в будущем? Будущее Михаила Ефремова Будущее актера Михаила Ефремова Ближайшее будущее актера Михаила Ефремова Я говорю вам, как, знаете Как человек, который сходит с ума Выйти он выйдет Но такое ощущение, что он недолго Пробудет на свободе В нормальном состоянии Я не вижу здесь, что он будет играть дальше В кино, в театре где-то Здесь я вижу, что я отдал все свои ресурсы Забрал себе то, что не должен был забирать По шестерке Пентакли Возможно, какие-то вот эти вот Внушения, да И по семерке Кубков Вот как человек здесь как с ума сходит Идет неправильная дорога По тройке Кубков Но здесь по тройке Кубков Еще может быть, что какое-то время Определенно ему будут помогать друзья Актеры, возможно, да Друзья, скажем так, да На его поприще Которые называют себя его друзьями Какое-то время Ну тут как Да, человек сходит с ума Человек растерял все свои ресурсы Человек растерял всю свою удачу Десятый старший аркан Колесо Фортуны Здесь как карма придет Упадет ему на голову И десятка это перемены Но перемены не в лучшую сторону В его случае Да, здесь что-то с головой Человек произойдет Как человек сходит с ума Причем Очень быстро После того, как он покинет Тюремное, скажем так, заведение Да, если это можно как назвать Потому что ему не дадут высказаться Вот то, что он знает А он знает много чего Помимо вот этой истории С какой-то мужчиной Каким-то женщиной Которые раньше состояли в отношениях Почему-то вот не хотят люди Чтобы он рассказал то, что он знает Это, знаете, вот у меня был расклад Про Андрея Губина Вот про всех таких светлых людей Которые что-то знают в этом темном мире Но которые постепенно сходят с ума Вот как Андрей Губин постепенно там сошел с ума Соответственно, собственно говоря То же самое будет и с Михаилом Ефремовым Хочется, чтобы здесь карты ошиблись Вот в таких моментах Мне хочется, чтобы они ошиблись Но, к сожалению, очень часто Они проигрываются у меня Очень часто Друзья, задавайте, пожалуйста, свои вопросы Пишите в комментариях Что вы думаете об этом видео Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады Обряды и обучение по картам Таро Пожалуйста, пишите А я вас очень люблю И до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!